Сегодня в нашей программе вы увидите НЛО или пирамида Гитлера Аппарат около 5 метров в длину и примерно 6 метров в высоту собирался в керамическом футляре с расчётом полётов в экстремальных условиях космоса Над чем парит колокол? По сути, этот антигравитационный принцип основан на тайном знании свойств электромагнитного поля Учёные-масоны занимались этим задолго до прихода Гитлера к власти Что США ищут в Антарктиде? Керри туда ездил. Да все туда ездят Значит, есть нечто над Америкой И есть достаточно мощные силы в Антарктиде, которые тоже имеют свою точку зрения на происходящие процессы на планете Гитлер. Тайные знания. Проект Колокол. Американские наследники Смотрите в нашем уникальном документальном расследовании Посмотрите, это кажется невероятным Объекты в виде пирамиды зависли над окраиной Каира Они как будто подпитываются от схожих наземных сооружений 2014-й. Китай Возбуждённые жители фотографируют пролетающие мимо пирамиды 2011-й год. Над Италией зафиксирован похожий объект 2009-й. Парящую пирамиду наблюдают в московском ночном небе Что это? Оптический обман? Голографические изображения? Корабли с представителями внеземного разума? Или нечто иное? Исследователи выдвинули шокирующую гипотезу Следы разработок этих летательных аппаратов уходят во времена нацистской Германии? Неужели такое возможно? И почему многое из мрачного наследия Третьего Рейха до сих пор остаётся тайной? 1938 год. Экспедиция немецких учёных на Ближний Восток Её спонсирует лично Герман Геринг А Гитлер приказывает ежедневно докладывать о результатах Это очень странная операция Официально немцы ищут артефакты, доказывающие, что развитие Римской империи обеспечила нордическая раса В газетах мелькают сообщения о прибытии в Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию И не строчки о самом главном О поисках на плато Гиза в египетских пирамидах Позже станет известно Выборочность информации не случайна По словам исследователей, найденные таинственные египетские материалы Будут использованы при разработке сверхсекретного проекта Под кодовым названием «Колокол» Немцы пытались создать аппарат для полётов в космос А также машину времени Первые эксперименты проводили на территории Германии В одной из подземных галерей Аппарат заправляли веществом, похожим на ртуть В базовом варианте объект походил на колокол Но потом его обтянули многогранным стальным кожухом И он приобрёл очертания пирамиды Идеальной формы для межгалактических полётов Как считали немецкие учёные Аппарат около 5 метров в длину и примерно 6 метров в высоту Собирался в керамическом футляре С расчётом полётов в экстремальных условиях космоса 1921 год Кёнигсбергу исполняется 666 лет И власти города решают в качестве памятного знака Установить пирамиду Символ военной тевтонской мистической мощи О ней Гитлер чуть позже скажет Это штык Германии Пройдёт немного времени И именно у этой пирамиды начнут проходить факельные шествия немцев А в 43-м, накануне Курской битвы Гитлер решит провести здесь совещание с командованием группы армии Север И заодно оценить новейший танк Тигр Очередную надежду вермахта Сохранились воспоминания очевидцев Гитлер вышел из Мерседеса Гитлер подошёл к пирамиде, долго смотрел на неё и склонил голову Неужели для фюрера это было ритуальное место? И он верил, что оно способно усилить немецкую мощь И переломить ситуацию на фронте Или его жест указывал на нечто другое? По одной из версий, это был тайный знак Который Гитлер адресовал представителям тайных обществ Этот вопрос действительно интересен Существуют ли некие сверхсекретные силы Теневое правительство, которое контролировало в том числе Гитлера? Эксклюзивное интервью из США Майкл Салла, известный в Америке политолог и доктор философии Он автор новой науки, экзополитики Изучающий мистику и оккультизм От контактов с НЛО до влияния тайных обществ Наш эксперт утверждает, что Гитлер был связан с масонами Еще в 1919 году Потом он разорвет все отношения И в 1935 году объявит официальный запрет всех масонских лож Однако, по утверждениям нашего эксперта На деле тайные общества в Германии никем никогда не преследовались Гитлер оставался прагматиком Особенно, когда дело касалось денег Или изобретений, способствующих его захватнической политике В те годы все авторитетные ученые Европы были членами тайных обществ Это достоверный факт И рубить под корень неисчерпаемый научный потенциал, по словам исследователей Гитлеру было просто невыгодно У этого вопроса множество различных аспектов В том числе и оккультных Существуют самые разные гипотезы Среди них недовольство медиумами По одной из версий, в 1943 году Гитлер в конец разочаровался в магии тибетских лам Известно, что фюрер своими руками начал разрушать Анненербе Институт по изучению наследия предков Этим он оттолкнул от себя Гиммлера Который в итоге его предал И стал вести сепаратные переговоры с англосаксами Гитлер к середине войны Вдруг начнет презрительно говорить о самих немцах Об их трусости и слабости А в его действиях, по свидетельствам историков Будет отсутствовать всякая логика Однако исследователи не исключают Что таким образом Гитлер пытался продемонстрировать Закулисным игрокам тайных обществ Что готов пойти на уступки Слишком плохо шли дела Что происходит с Гитлером? То есть нельзя сказать, что Гитлер полный идиот Или что Гитлер не читал истории Обратимся к истории и зададимся вопросом Почему треугольники и многогранники Любимые символы тайных обществ Известно, что в мегалитической культуре И европейском фольклоре Пирамида выражает идею бессмертия Квадратное основание означает землю Вершина – отправная точка мистического центра А соединение вершины с основанием Образует грани, символизирующие огонь И божественное откровение Напомним также, что второе название Ордена масонов – вольные каменщики По сути, они провозгласили себя Тайными прорабами истории И неспроста Со времен Средневековья На строительных чертежах замков и дворцов Масоны зашифровывали схемы подземных ходов А это весомая информация Обладая ей, узкая группа лиц Действительно может вершить историю Незаметно проникать в палаты царей Покои королей И шантажировать их Или даже убивать Влияние тайных обществ К началу 20 века станет огромным По мнению исследователей После того, как заработает Федеральная резервная система Доллары с парящим глазом В усеченной пирамиде Станут символом, выражающим Стремление к тотальному господству Причем корни этих ритуалов Находятся глубоко в древности Из мифов и преданий известно Как люди наблюдали за летающими пирамидами Опасаясь их сглаза И боясь переступить черту дозволенного Конечно же, все тайные науки Они освоены организациями масонскими И надмасонскими Потому что это управление землей По словам исследователей Контроль над разумом Подмена артефактов Переписывание истории Внедрение в жизнь Сомнительных теорий Всегда было в интересах тайных обществ К подлинным знаниям Должны допускаться лишь посвященные Многие эксперты даже полагали Что под влиянием тайных обществ Намеренно искажены такие понятия Как скорость, время, пространство, гравитация И поэтому человечество не может выйти На принципиально новый уровень развития Бестопливных технологий Которыми обладали древние цивилизации Искажена также история К примеру, со школьной скамьи Известно, что египетские пирамиды Гробницы фараонов Хотя, по словам исследователей Наука не может объяснить Зачем усыпальницы строили такими гигантскими Человек в обозримом будущем Окажется на Марсе И это научный факт Но как его там встретят? Несмотря на то, что мы давно и упорно изучаем Красную планету Знаем мы о ней очень немного Есть ли там жизнь? Каковы действительные условия существования? В конце концов, что находится на обратной стороне Марса? Ответы на эти вопросы мы изложили В нашем новом документальном сборнике Тайны Марса В нем мы собрали самую последнюю информацию Рассказы участников марсианской программы Самые разные и неожиданные гипотезы существования этой планеты Новые, неизвестные ранее марсианские факты Более подробно информацию на эту тему Можно получить здесь Над чем парит колокол? По сути, этот антигравитационный принцип Основан на тайном знании свойств электромагнитного поля Ученые-масоны занимались этим задолго до прихода Гитлера к власти Зачем США понадобились пирамиды в Антарктиде? Керри туда ездил Да все туда ездят Значит, есть нечто над Америкой И есть достаточно мощные силы в Антарктиде Которые тоже имеют свою точку зрения На происходящие процессы на планете Восточная Пруссия Главная ставка Гитлера Исследователи Третьего Рейха утверждают Что в конце 1942 года На стол фюрера лег любопытный документ В нем говорилось, что данное физическое явление Засекречено масонами в 1921 году Реконструкцию этого явления сегодня Можно увидеть в сети В свободном доступе Итак, в 1921 году Член Братства Немецкий физик Пауль Альфред Бифельд Пропустил через треугольный контур Обтянутый фольгой Постоянный ток высокого напряжения Невероятно Но конструкция взлетела И стала парить в воздухе Как выяснится позже Электрические разряды В острых гранях контура Ионизируют воздух Это создает воздушный поток Поднимающий конструкция После войны Американцы запатентуют это явление Его назовут эффектом Бифельда-Брауна По сути, этот антигравитационный принцип Основан на тайном знании Свойств электромагнитного поля Ученые-масоны Занимались этим задолго До прихода Гитлера к власти Можно ли с помощью Подобных технологий Заставить парить в воздухе Тяжелые египетские пирамиды И не являются ли на самом деле Древние мегалитические сооружения Делом рук инопланетных богов Однажды спустившихся на Землю Эти вопросы вряд ли волновали Гитлера Но, по словам исследователей Он интуитивно чувствовал Что инженеры тайного братства Обладают информацией О мистической энергии Которую безуспешно В течение 10 лет искали Маги Анненербе Отправляясь в экспедиции На Тибет, Ближний Восток В Скандинавию И Карелию Не потому ли в середине войны Гитлер вновь обратится За помощью к тайным обществам А потом прикажет создать Отдельную сверхсекретную Группу инженеров Которые станут разрабатывать Летательный аппарат На принципиально новых Физических принципах Проект получит кодовое название Колокол Вальтер Герлах возглавлял работы По созданию антигравитационного двигателя Многие полагают, что он работал Над атомным оружием Это не так Специализацией Герлаха Была именно гравитация И он работал над ее преодолением Эксклюзивное интервью из США Джозеф Фаррелл написал Несколько книг о Третьем Рейхе В которых исследует в том числе Истоки технологического прорыва По его словам Гитлер делал огромные финансовые вливания Хотя деньги были очень нужны Для уже реализуемых военных программ Напомним, что на вооружении Германии К середине войны стояли Крылатые ракеты Фау-1 Испытывались первые в мире Баллистические ракеты Фау-2 А также заканчивались работы По строительству Фау-7 Модификации сверхтяжелой Летающей тарелки В рамках программы Оружие возмездия Что же привлекло Гитлера В новом проекте колокол? В преданиях разных народов Пирамиды связаны с богами И хранят множество тайн Согласно легендам Именно в эти древние сооружения Фараоны Египта Отправлялись на встречу с Осирисом Китайские императоры Воссоединялись там с божественным небом Индейцы майя Уверенно предсказывающие Солнечные и лунные затмения Ссылались на то, что звездные божества Передали им свои знания Именно в пирамидах Исследователи спорят Не то боги оставили свои храмы на земле Не то люди скопировали Их космические корабли Но ясно одно Пирамиды точно ориентированы На определенные звезды и созвездия А еще удивительно Что вершины пирамид Несколько раз в году По-особенному отражают солнечные лучи Например, знаменитая пирамида Майя, которая называется Храм Солнца В городе Чечен-Ица В древнем городе Майя В день летнего солнцестояния Все видят, что тень от солнечного луча Как будто бы изображает Ползущего по стене пирамиды Змея И это является таким вот Ритуальным, как бы Природным действом Не менее таинственен подземный уровень пирамид Еще Геродот писал о шахтах Изрезавших плато Гиза А философ Крантор Из Килики в 300-е годы до нашей эры Утверждал, что видел столбы На которых высечены записи До исторических времен И показаны пути сообщения Между пирамидами Судя по схеме Подземные лабиринты Уходили вглубь материка Сирийский мистик Ямвлих Проживавший в 6 веке Оставил запись о подземных озерах Которым можно было пробраться Через коридор Проходящий внутри сфинкса В брюхе статуи Видимо проложена галерея Ведущая в Великую пирамиду На древних шумерских печатях По словам специалистов Записано, что тайным убежищем Анунаков Стало место под землей Куда вел тоннель Из статуи с зубами Как у дракона И мордой, как у льва Что снова указывает на сфинкса А еще в британском музее Сохранились записи Арабских писателей О существовании длинного Широкого подземного перехода Между Великой пирамидой и Нилом Со странным устройством Перекрывающим вход Со стороны реки Исследователи утверждают Что на каждом континенте Где расположены пирамиды Есть подобные подземные лабиринты И таинственные вертикальные шахты Уходящие в бездну У каждой пирамиды Существует свой подземный уровень И он исследован меньше всего Это наиболее загадочная часть пирамиды Цель этих подземелий Этих лабиринтов Заключалась в том Чтобы создать некие тайные ходы По которым бы могли перемещаться Жрецы этих пирамид По документальным свидетельствам В 1935 году В Мюнхене прошла историческая выставка Под названием Наследие немецких предков Которую организовал профессор Герман Вирт Автор концепции существования Гипербореи Выставка заинтересует Генриха Гиммлера И сделает Вирта первым руководителем Анненербе Однако Адольф Гитлер По словам исследователей Не взлюбил профессора И стал постоянно его критиковать За то, что Вирт Подменяет националистическую идею Легендами и мифами об Атлантах На самом деле Фольклор был совсем ни при чем Исследователи выяснили Что Гитлер не мог простить Вирту Легкомысленный поступок Дело в том, что профессор Без ведома начальства Обнародовал две секретные карты Одну масонов И другую Тайного общества розенкрейцеров На них, по словам исследователя Была указана схема Шахтового комплекса Древних цивилизаций Под пирамидой Хеопса Например, были указаны Четыре вертикальные шахты Каждая по два с половиной метра В длину и ширину Они уходили вглубь Сквозь известняк Шахтовый комплекс Заканчивался большим помещением В центре которого находилась другая шахта Ведущая в просторный зал А вокруг него расположились Семь боковых комнат В одной из них присутствовала Еще одна вертикальная шахта Затопленная водой Когда Гитлеру доложили об этом Он тут же подписал приказ О запрете тайных обществ Однако исследователи уверены Этот гнев был направлен Против утечки древних знаний В дневниках Гиммлера Есть даже запись Фюрер сказал мне Генрих, тайные знания Должны оставаться тайными Дело в том, что Гитлер, видимо, Был тоже контролируемым человеком Поэтому сейчас нам никто Об этом не расскажет Гиммлеру придется отправить Германа Вирта в отставку И передать Анненербе В инспекцию концентрационных лагерей Напрямую подчинив ее самому себе Такая хитроумная комбинация По словам исследователей Позволит Гиммлеру Уже в январе 1939 года Сделать Анненербе Самостоятельной организацией С предоставлением Дополнительного государственного Финансирования Однако это не означало Что все секретные проекты Были в ведении Анненербе А теперь внимание 28 апреля На нашем канале Специальный выпуск программы Самые шокирующие прогнозы Что ждет нас в ближайшем будущем И отдаленной перспективе Начнется ли война между Россией И Американо-Европейской коалицией И если начнется Кто испугается первый Войдет ли Украина В обновленный союз Бывших советских республик Целиком Или распадется на Киевщину Львовщину и Донбассчину Америка Великая и непобедимая Что ждет ее За поворотом грядущего После неудачного Опыта с Трампом Конституционная монархия И королевская династия Буш и Клинтона Цветная революция С русскими хакерами На бреневике 10 тысяч лет счастья Или взрыв Йеллустоуна Который превратив Американский континент В Атлантиду Навсегда отправит ее На свалку цивилизации Конечно будем говорить О великих предсказаниях И о том Какие сенсационные Открытия ждут нас в будущем В каком году На Землю прилетят Инопланетяне Кто первым поселится На Марсе А еще Когда же наконец Человек научится Жить без войны И станет Наконец Бессмертным Итак 28 апреля На нашем канале Специальный выпуск Программы Самые шокирующие Прогнозы Будьте бдительны Желаю всем Космического счастья Что излучал Нацистский колокол В первый раз Когда немцы Испытали колокол Семеро ученых Погибли сразу А растения Которые тестировались Рядом с аппаратом Распались За несколько часов Зачем США Понадобились пирамиды В Антарктиде Керри туда ездил Да все туда ездят Значит Есть нечто Над Америкой И есть Достаточно Мощные силы В Антарктиде Которые тоже Имеют Свою Точку зрения На происходящие Процессы На планете После окончания Великой Отечественной войны Польские спецслужбы Передадут Советской разведке Документы В которых указывалось Что часть работ Связанных С высокими технологиями Гитлер доверил Другим Своим Ближайшим Соратникам Мартину Борману И Герману Герингу Более того В рамках Специальной Нацистской Программы 45-го года По эвакуации Новейших Изобретений В первую очередь Ликвидировалась Нереактивная техника Непродвинутые Системы Наведения Несуществующие Уже компьютеры А следы Более загадочной Деятельности Подземные Галереи Позже Исследователи Наткнутся На часть Материалов Связанных С испытанием Сверхсекретного Проекта Колокол Нацисты Конструировали Аппарат Для полетов В космос Который Должен был Трансформироваться В машину Времени Ртутный Двигатель Создавал Эффект Скручивания Или Сдвига Пространства Вот если Вы возьмете Банку Из-под Газировки И свернете Ее Как тряпку Вы Как бы Перекручиваете Пространство Но точно Так же Теоретически Можно Обращаться С гравитацией Перекручивая Ее силовые поля И перемещаясь Во времени Так считали Нацисты По словам Нашего эксперта Подземные галереи Где проводились Эксперименты Были покрыты Керамическими Плитками С толстой Резиновой Прокладкой После окончания Каждого испытания Узники Концлагерей Производили Обработку Помещений Солевым Раствором А резиновые Прокладки Заменяли Отработанную Резину Сжигали В специальных Печах Есть Так же Свидетельство Что над поверхностью Земли Прямо Над подземной Галереей Был построен Железобетонный Каркас Он выполнен По чертежам Доисторического Каменно-земляного Сооружения Стоунхендж Для чего? Есть предположение Что этот Железобетонный Каркас Служил В качестве Составной части Антигравитационного Двигателя Первая серия Испытаний Проводилась С ноября По декабрь 1944 Года Она выявила Ряд крупных Недостатков Первый раз Когда немцы Испытали колокол Семеро ученых Погибли сразу А растения Которые тестировались Рядом с аппаратом Распались За несколько часов Они превратились В серо-коричневую Слизь И что интересно От них Не исходил запах Никакой К следующим испытаниям Ошибки были учтены Вред Исходящий От аппарата Минимизирован Колокол Стянули Многогранным Стальным кожухом И он Приобрел Очертание Египетской Пирамиды Во время Второго Запуска Во всей Округе Неожиданно Отключилось Электричество А колокол Стал Испускать Бледно-голубой Свет И здесь Начинается По-настоящему Мистическая История Поскольку Техническая Документация В которой Содержится Программа Дальнейших Испытаний Вывезена И спрятана Нацистами Однако Есть удивительные Свидетельства К примеру Сохранилась Стенограмма Допроса Нацистского Преступника Группенфюрера СС Якоба Шпоренберга Важная деталь Согласно Допросу Шпоренберга А также Свидетельством Жертв Концентрационных Лагерей Переживших Войну По ночам В небе За кронами Деревьев Они наблюдали Зависшую пирамиду Светящуюся Бледно-голубым Светом Но каким образом Секретный аппарат Переместился В небо Из подземной Галереи Мог ли Во время Испытаний Раскрываться Пространственно-временной Портал Известно Что помещения Для экспериментов Были соединены Вертикальными Шахтами По словам Исследователей Под землю Подавался Постоянный Ток Высокого Напряжения Для этого Специально Построили Электростанцию И еще В стенограмме Допроса Якоба Шпоренберга Указано Что он Запомнил Термины Вихревая Компрессия И разделение Магнитных Полей Исходя из этого Можно предположить Что нацисты Использовали Торсионные Поля Для воздействия На четвертое Измерение То есть Речь идет О создании Машины Времени При этом Нацисты Понимали Что эксперимент Может провалиться Для этого Они аппарат Сконструировали Многофункциональным Предназначенным Еще И для полета В космос По мнению Ученых С точки зрения Аэродинамики Пирамида Не самое лучшее Что есть В природе Форма ракеты Эффективнее Однако Не стоит забывать Что все земные Ракеты Одноразового Использования А это Совершенно Не годится Для межпланетного Корабля Ведь он Должен Подолгу Летать В открытом космосе А еще Совершать посадки И взлеты Пирамида Это практично Ее плоские грани Легко поворачивать К звездам Чтобы подзаряжаться Космической Энергией Специалисты Утверждают Что когда Угол падения Света звезды Составляет 90 градусов К поверхности Грани пирамиды То эффективность Поглощения Энергии Близка К 100% А еще Принципы Передвижения В космическом Пространстве Отличаются От земных Самолеты Могут Маневрировать При помощи Закрылок И лонжеронов В космосе Это не работает Нет атмосферы Зато Форма пирамиды Позволяет Разместить Двигатели Для маневра В нужных точках Удаленных От центра Массы корабля А еще Ученые Предполагают Что после приземления Грани пирамиды Способны Подключаться К любым Энергетическим Сетям И подземным И космическим Словно Гигантские Антенны Вот почему Существуют Теории Что все Эти древние Пирамиды Строились Не только Людьми И не столько Людьми Сколько Инопланетянами Что это Некие Следы Контактов Людей С внеземными Цивилизациями Потому что До сих пор Нет Ответов На многие Вопросы Итак Если пирамиды Это летательные Аппараты Откуда Они черпали Энергии Ведь судя По рассекреченным Материалам Для создания Парящего Эффекта Бифельда Брауна Нацисты Строили Мощные Электростанции А где Древние Брали Электрический Ток Для полета Своих Мегалитических Храмов В 1939 году Гиммлер Доложит Гитлеру Что подготовлена Экспедиция Анненербе В Боливию Однако По словам Исследователей Фюрер Решит Отложить Ее До лучших Времен Ведь Германские Диверсионные Группы В странах Латинской Америки Уже давно Исследовали Территории Перу Бразилии Эквадора Уругвая Боливии И Чили Особое Внимание Было К сектору Расположенному Неподалеку От Панамского Канала Который Мог бы Стать Центральной Морской Базой Немцев Из секретной Карты Попавшей В руки Американской Разведки Было Известно Что Германия Планирует Создать Пять Вассальных Государств По словам Исследователей Немцев Привлекала Возможность Получать В этих Странах Практически Бесплатную Электрическую Энергию Полящее Солнце Интенсивные Ветры А еще К примеру На севере Чили Много Естественных Глубоких Впадин Прилегающих К побережью Они удерживают Очень большие Объемы воды Которые Образуют Готовые Водохранилища К тому же Перепады Высот Здесь Достигают 500 метров Если Эти десятки Миллионов Кубов воды Сбрасывать Вниз Можно С помощью Электростанций Получать Много Энергии Изучая Бразильское Плоскогорье Нацистские Ученые Отыскали Целую Систему Водопадов Около 300 Отдельных Потоков Низвергаются С высоты Более 100 метров А ширина Их Составляет Почти 3 километра Однако По словам Исследователей Немцы Искали Совсем Другой Вид Энергии В этих Краях Еще В 1936 Году Рональд Рихтер Изучал Структуру Плазмы Он утверждал Что из пространства Можно вычленить Энергию И создать Вечный Двигатель Существование Которого Официально Отрицается Под влиянием Массонов По словам Нашего Эксперта Ведущий Ученый И один Из руководителей Проекта Колокол Рональд Рихтер Большое Значение Придавал Мегалитическим Сооружениям Он утверждал Что все Они расположены На кварцевых Жилах Которые Создают Мощное Электромагнитное Поле Разведка Абвера Вскоре Доложит Что в Многочисленных Южноамериканских Пещерах Найдены Селенитовые Кристаллы Многометровой Длины Сформированные В результате Перемешивания Грунтовых Вод И раскаленной Магмой Подтвердилась И вторая Гипотеза Рихтера О том Что пирамиды И мегалитические Сооружения Являются Накопителями И отражателями Космической Энергии К тому времени Только узкому Кругу лиц Было известно Об открытии Николы Тесла Которое было Засекречено Тайными Обществами Рональд Рихтер Входил В круг Посвященных Это направление Сулило Переворот В энергетике То есть Финансовые кланы Которые владеют Месторождениями Нефти Газа И их продажей Они бы Во-первых Потеряли Прибыль Но самое главное Они бы потеряли Часть своей власти Потому что Нефть и газ Для них Это В первую очередь Не прибыль Это власть Дело в том Что Тесла Создал Резонансный Трансформатор И получил На выходе Энергию Многократно Превышающую Входную С помощью Одной турбины Ниагарской Газ И системы Беспроводной Передачи Энергии Тесла Обеспечил Электричеством Целый штат Корреспонденты Его спросили Откуда же Берется энергия Тесла Ответил Очень просто Энергия Берется из эфира Я охлаждаю эфир И превращаю Его энергию В электричество Есть косвенные Свидетельства Что Рональд Рихтер Продемонстрировал Гитлеру Как подобно Радиосигналу Можно передавать Электричество На расстоянии Реконструкцию Этого необычного Явления Можно найти В сети Я подсоединяю Заземление К алюминиевому Листу Небольшому Электрическая Лампочка Накаливания Автономна Она лишь Соединена С заземляющим Проводом Включается Правая Конструкция Но почему-то Загорается Вот эта Лампочка Да Вы отчетливо Сейчас это Видите Это вот По Тесла Передача Энергии На расстояние Это то что Беспроводно 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 Называют Катушка Тесла Переносит Лишь информацию О состоянии Электромагнитного Поля Катушка Тесла Просто Грубо говоря Это пространство Разваливает На электронно-позитронные Пары Вот так вот Она работает Фактически Это и есть Энергия Понятно Да Можно кверху Поднять Еще раз Вот так То есть Газоразрядная Лампа Ни к чему Не подключенная Но вносится В поле Катушки Тесла Вот оно Работает Итак Рональд Рихтер Предположил Что пирамиды И все Мегалитические Сооружения Разбросанные По планете Представляют С собой Резонансные Трансформаторы Завуалированные Под катушки Тесла Сегодня Этой гипотезе Мы находим Подтверждение Недавно Ученые Выяснили Что Обнаруженная На Балканах Пирамида Излучает Мощный поток Энергии В начале Археологов Удивило Что в местах Раскопок Нет останков Грызунов И насекомых Будто Те обходили Пирамиду стороной Потом Измерительная Техника Покажет Что Мегалиты Производят Два вида Электромагнитного Излучения Разных частот Они Они усиливаются Восходящего Энергетическую Систему Чтобы К примеру Управлять Гравитацией Можно С пулюсов Планет И Земля Не Исключение Проще Эти с помощью Антигравитационного Двигателя Эти камни Собрать В одно место Тогда Может быть Решена Загадка Как их Построили И что Мы Видим Сегодня А теперь Внимание 2 мая На нашем канале Уникальный Телемарафон Русские Будь Подщучьи Головы Чем Господа Хорошие В московском Ресторане Прага Закузывали Рюмку Водки Году Эдак В 1905 Расследование Ивана Бунина Патриаршие Хроники Бога нет Стыда Не надо Как заканчивается Обычное Богохульство Последнее Интервью Михаила Берлиоза Я уеду Жить в Лондон Чем предателем Намазана Британия Репортаж С петлей На шее От Бориса Березонского Нас Не догонишь А догонишь Фикс Обьешь Анонимный Монолог Гиперзвуковой Ракеты С пресс-конференции Самого Владимира Путина Маньяки Плачут Отчего Леди С безупречной Лондонской пропиской Вытворяют На отдыхе Такое Что краснеют Советские Огнетушители Репортаж Безретуши Ларису Ивановну Хочу Отчего Некоторые Дамы Собравшись В политику Так часто Путают Президентское Кресло Извините С креслом Гинекологически Ну а ближе К полуночи Фантастические Подробности Контактов Наших Чиновников С инопланетянами Эксперт Кирсон Илюмжит Внимание Весь день Будут звучать Вопросы Нашей традиционной Викторины Кто правильно Ответит Тот вместе С нами И поедет В самую знаменитую Аномальную зону России Пермские Треугольни Итак 2 мая Телемарафон Русские булки Лучше веселиться Чем работать Куда ведут Следы Нацистов Нам хорошо известно О созданных В Антарктиде Нацистских базах Самый известный Пример обнаружения И столкновения С продуктами Продвинутых Немецких технологий Экспедиция Под руководством Ричарда Бёрда Зачем США Понадобились Пирамиды В Антарктиде Керри туда ездил Да все туда ездят Значит Есть нечто Над Америкой И есть Достаточно Мощные силы В Антарктиде Которые Тоже Имеют Свою Точку зрения На происходящие Процессы На планете 1944 год Огромный Шестимоторный Бомбардировщик Юнкерс 390 Первый В мире Самолет Способный Дозаправляться В воздухе Вылетел С аэродрома Расположенного В районе Людвигсдорфа Согласно Сведениям Одного Офицера СС Принимавшего Участие В реализации Проекта Колокол Юнкерс Взял на борт Секретный Груз И улетел На авиабазу В Норвегию Там его ждали Три подводные Лодки Из конвоя Фюрера Затем След Этого Таинственного Груза Пропадет Но уже Через 3 года Появится Вновь Нам хорошо Известно О созданных В Антарктиде Нацистских базах Самый известный Пример обнаружения И столкновения С продуктами Продвинутых Немецких Технологий Экспедиция Под руководством Ричарда Бёрда Организованная В 1946-1947 годах По словам Нашего эксперта Экспедиция В Антарктиду Бёрда В рамках Секретной Операции Высокий прыжок Закончилась Полным провалом 13 кораблей Самолеты И геликоптеры Тысячевые На служащих Вся эта Американская Армада Была бессильно Против Неизвестного Оружия Об этом Первым Сообщил Бельгийский Научно-популярный Журнал Фрей В публикации Говорилось Что вернувшись Из Антарктиды Контр-адмирал Бёрд Давал Длительные Объяснения На засекреченном Заседании Президентской Комиссии В Вашингтоне В резюме Комиссии Были такие Строки Корабли и самолеты 4-й Антарктической Экспедиции США Подверглись Нападению Странных Летательных Аппаратов Выныривающих Из-под воды И двигающихся С огромной Скоростью Экспедиция Нанесен Значительный Урон Сам Бёрд Высказал Мнение Что эти Удивительные Летающие Объекты Наверняка Были Произведены На замаскированных В толщи Антарктического Льда Авиастроительных Заводах Нацистов Бёрд Предположил Что немецкие Конструкторы Овладели Какой-то Неведомой Энергией И применили Ее В двигателях Этих Аппаратов Нам известно Что адмирал Бёрд Во время Своей Операции Прыжок В высоту Сообщил О новом Типе Врага Который Способен Летать От одного Полюса Земли До другого На невероятной Скорости Значит Существует Нечто Вроде Временного Тоннеля Между Северным И Южным Полюсами Доступ Которому Осуществляется Через Нацистскую Антарктическую Базу С помощью Неизвестного Нам Принципа Управления Космической Энергией Исследователи Утверждают Что в ноябре 2016 года Госсекретарь США Джон Кэрри Побывал В Антарктиде Сразу Распространился Слух Что чиновник Тайно Нанес Двухдневный Визит Инопланетянам Которые Скрываются В местной Пирамиде Напомним Что подобные Слухи Ходили И во времена Эйзенхауэра Однако С кем же В действительности Могут встречаться Американские Лидеры И высокие Чиновники В 2002 Году Во время Пролета Над Антарктидой Спутники Зафиксировали Неожиданный Гравитационный Импульс Он исходил От подлёдного Пространства Диаметром Примерно В 500 Километров Над ним Простиралась Заснеженная Равнина Ледника Толщиной Около 4 километров Уникальная Для Антарктиды Аномалия Располагается В восточном Районе На земле Уилкса В 2006 Учёные Определят Здесь наличие Гигантского Кратера Который в 2,5 раза Больше чем Юкатанский Возникший при падении Метеорита И как предполагается Именно это Огромное Космическое тело Что привело К вымиранию Динозавров С помощью Радаров В Антарктическом Кратере Была обнаружена Плотная Предположительно Металлическая Масса Шириной Более 300 Километров Уходящая В глубину Почти на Километр Некоторые Исследователи Не исключают Что это Именно Та установка С помощью Которой Можно Менять Гравитацию И запускать Космические Аппараты Так называемые НЛО По этой версии Подо льдами Антарктиды Проживает Некая Цивилизация Которая Осуществляет Руководство Всех Социально-политических Процессов На земле Неужели Эйзенхауэр И Кэрри Приезжали сюда За дальнейшими Инструкциями Но кто же Представители Здешней Подземной Цивилизации Неужели Потомки Нацистов Покинувших Третий Рейх В конце Войны Есть повод Предполагают Что там тоже Осуществляется Своего рода Руководство И то руководство О котором мы говорим Масоны Америка Оно Ну просто Поверхностно Это то что Скажем Давно обсуждается И проще всего В понимании Но когда мы выходим За пределы этого И понимаем что Кэрри туда ездил Да все туда ездят Значит Есть нечто Над Америкой И есть Достаточно Мощные силы В Антарктиде Которые Тоже Имеют Свою Точку зрения На происходящие Процессы На планете 73 года назад Советский народ Победил Нацистскую Германию Искренне веря Что ужас Нацизма Больше никогда Не повторится Но что мы видим Сегодня Во всех Государствах Некогда Антигитлеровской Коалиции И даже В России Существуют Фашистские Движения Под прикрытием Демократии Толерантный Запад Печатает Миллионы Экземпляров Нацистской Литературы В разных городах Проходят парады Бывших СС-овцев Почему Чудовище Фашизма Не погибло В огне Рейхстага А идеи Гитлера Не ушли С мировой Сцены Вместе С их Последователями Сегодня На эти Простые Вопросы Ответов Человечества Нет А на сегодня Наши шокирующие Гипотезы Закончены Если что-то В нашем рассказе Вам показалось Чересчур Радикальным Не обижайтесь У нас нет задачи Вас ввести В заблуждение Мы лишь хотели Показать вам Все великое Многообразие Подходов К истинам Которые пока Считаются Неизыблемыми Сегодня Я с вами прощаюсь Но встретимся Мы с вами Уже завтра В программе Самые шокирующие Гипотезы Как всегда В 18.00